А этого пёселя я, по-моему, вообще срисовалась в книжке. Ну, никому не говорите, пожалуйста. Серая тонированная бумажка. А тут мне первый раз в руки попала капиллярная ручка от Стабила. Вот эта вот, которая ещё от воды размывается. Да, точно. Это она. То есть набросок ею и сверху ещё немного чёрной акварельки. Мне тогда очень нравилось, как получался, какой эффект при этом получался. Мне очень нравятся эти водоросли, но чё-то тоже мне сдаётся, что я его где-то срисовала. Просто потому, что это слишком хорошо для меня, мне кажется. Хотя даже со мной случаются некоторые чудеса. О, я помню, как мы его рисовали. Такая бумажечка интересная. Фактически, фактически, фактически обёртвочная, но фактурка, фактурка, фактура. Фактура решает всё. Ладно, вру, не всё, но фактура. Старый добрый классический Сократ. По-моему, наш класс по анатомии. Вот эти классические глаза Давида. Я забыла, как зовут этого прекрасного, замечательного юношу. Но я помню, что это одна из моих до сих пор любимых работ по рисунку. Потому что это был один из первых рисунков, где у меня что-то начало получаться более-менее выше тройки. Продолжение следует... 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 Ай-ай-ай... Все отклеилось... Кстати, вот одна из моделей... Для этой работы... об какой натюрмортик ностальгический о это я помню это мы на первом курсе ходили в цирковую школу делали смотрели как там занимаются студенты и делали с них наброски очень было захватывающе я помню как я мучилась с этой шишкой да и со всем остальным тоже еще из цирковой школы наброски а Наши любимые абстракции. Опа! А это чё? А это чё такое? Это не моё. Это... Это как... Это как сюда попало, интересно. Это, опять же, у нас отметка экзаменационная работа. И мне кажется, это... Я вот сейчас начинаю вспоминать, мне кажется, это всё было не выпуск после первой группы, а именно экзаменационная работа на поступление. Точно. Я помню эту композицию с детской площадкой. И да, я помню этот кошмар. Это кошмар просто, кошмар. Несмотря на то, что даже в художке мне постоянно толдычили, мол, не бойся краски, не бойся гуаши, бери её густо, я всегда и, по-моему, до сих пор стремлюсь её вечно использовать слишком жидко. Хотя нет, сейчас я как-то более-менее это дело могу контролировать. Но не то, что тогда. Тогда вся моя гуашь просто стремилась в акварель. Причём не самую лучшую акварель. А вот это я даже не помню, к чему это было. То есть я вижу, что тут тема мастерская, но я не помню... Честно говоря, я даже не помню, чтобы я это делала. Блин, это что, опять чужая работа, что ли? Да нет, вроде моя хрень. Темперные лошадки. Пастель. А вот это, мне кажется, уже точно из художки. Хотя... 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 Не факт. И я помню, что я его тогда очень задолжала. В смысле, мне тогда авансом поставили то ли тройку, то ли двойку, и мне пришлось в спешке вот это вот хоть что-то доделывать. Внезапно задание со штрих... Фу, господи. Внезапно задание со штрих... Ах! Всё та же каллиграфия. По-моему, для этого задания я пыталась стилизовать свою подпись. Да, точно, это она, я её вижу. Ну, вот, собственно, всё. Я разобрала вот эту коробку со старыми работами. Ещё у меня осталась пара коробок, которые нужно разгрести. Это уже потом, это уже позже, в порядке очереди. На самом деле, я всё это снимала не только потому, что меня попросили на стриме показать мои старые работы. Дело в том, что я убираю хлам, я освобождаю место в комнате и думаю, что мне стоит избавиться от своих старых вот этих студенческих работ, ну, потому что какой смысл, чтобы они лежали, пылились, а какой-то особой исторической ценности они в любом случае нести не будут. Так что я снимала весь этот процесс, разборки, ну, как на память, чтобы, если что, можно было заглянуть в видео, немножко поностальгировать. А так, да, скорее всего, я отнесу эту кипу бумаги куда-нибудь в макулатуру, потому что зачем сжигать? Можно отнести там на переработку, всё, какая-то польза будет. Нет, не то, что, конечно, не то, что я говорила, что от старых работ совсем нет никакой пользы. Нет, конечно, конечно, в первую очередь, это, в первую очередь, ваша старая работа – это ваш опыт, это ваши маленькие ступени к мастерству. Поэтому называть свои старые работы бесполезным хламом, конечно же, не стоит, но всё ещё остаётся проблема, что они физически занимают место. Поэтому я отнесу всё это дело куда-нибудь в макулатуру, на переработку, кроме каких-нибудь там, каких-то особенных, совсем дорогих сердцу памятных, может быть, работ. Ну и, конечно, кроме кроме вот этой работы с Восточным базаром, потому что я не имею никакого права уничтожать чужие работы, тем более, что я сейчас сижу озадаченной, я реально не помню, как это дело ко мне попало. Тут три варианта. Либо я, когда собирала работы после просмотра, случайно это дело ухватила и положила в папку. Правда, вопрос, как я потом это дело не заметила. Ладно. Либо мне эту работу подарили, подарила автор, девочка. Либо я ее сама себе выпросила. Конечно, на основании того, что после просмотра эта работа уже была автору не нужна. И я воспользовалась этим моментом, попросила, что если вам не нужно, а можно я заберу тогда, больно мне нравится. Вот. Один из трех вариантов. Наверное, стоит мне, может, поискать где-нибудь в интернете. Вдруг я найду в соцсетях автора Терина. Вдруг найду, спрошу у нее, что вот у меня тут ваша старая работа. А вдруг вы ее ищете, вдруг вы ее потеряли. Или наоборот, что... Или наоборот, уточнить, что правда ли вы ее мне подарили, могу я ее себе оставить, и все такое. Вот. Ну, собственно, на этом пока все. Остальные... Остальные работы я разберу потом. Обязательно сниму видео. Покринжуем вместе над моими шажками к прогрессу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова